Здравствуйте! Знаете, а ведь Путин был в чем-то прав, говоря, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Ну, прав в той части, что этот распад меньше, чем через 10 лет позволил вот этому вот кремлевскому коротышке зайти на престол и в течение последующих 25 лет, в общем-то, перевернуть мир с ног на голову. С одной стороны, распад СССР внес, так сказать, излишнее благодушие в головы западноевропейских и североамериканских политиков. Ну, как минимум, остальных тоже. То есть исчезла, как они говорили, империя зла, ну и теперь все будет хорошо. Все расслабились, гонки вооружения нет, армии можно сокращать, дешевый газ, который шел еще со времен СССР, по трубам идет. Ну, вот все замечательно, Россия вроде как становится, хочет стать демократической страной. Ну, в общем, все хорошо. Расслабились не только, скажем, во внешней политике, но и во внутренней тоже. То есть, все здесь, везде все хорошо, все замечательно. Ну, было, скажем, в западных странах до распада СССР и так называемой мировой социалистической системы. А когда это случилось, хлынули беженцы, переселенцы. Ну, поздние переселенцы, ладно, их Германия, я сейчас про Германию, Германия их сама приглашала. Ну, и вроде еврейскую миграцию приглашала. Но, помимо этого, пошел поток нелегалов со всего мира буквально. Сначала он был такой в средней, скажем, наполняемости, интенсивности. Но потом, когда Путин пришел к власти, и как мы сейчас понимаем, занялся, может, еще и до этого немножко занимался, но когда пришел к власти, стал президентом, занялся этими всеми гибридными войнами. Потом еще, позже подключил, но это уже сильно позже, но тем не менее подключил и Лукашенко. И в итоге и правительство, и народы, и, скажем, силовые структуры стран Западной Европы были к этому не готовы. То есть, та толерантность, которую здесь проповедуют, которая, конечно, на фоне терпимости, это все-таки своего рода извращение, по-моему, глубокому убеждению. Потому как все, что излишне, как говорят поляки, все задушат, они здраво. Поэтому, когда слишком много или слишком хорошо, это тоже нехорошо. Ну и все пошло, пошло потихонечку. Там одно, не буду сейчас загрузить, перечислять. Там по мелочи сделали никто, так сказать, не ударил по рукам, никто не погрозил пальчиком. Там сделали что-то, чего раньше не делали. Ой, ну что с них возьмешь? Это по поводу мнения местного населения. Ну, с дикой стороны приехали. Ну, поживут немножко, так сказать, осмотрятся, образуются и будут делать так, как мы. А фиг. В течение времени, мало того, что не образумились, так еще и часть местного населения стала действовать по принципу. А с хрена ли им можно? А я чего? Рыжий или рыжая? Я тут родился, вырос. Они тут эти тачки бросают, а где паркуются, а где им заблагорассудится, что это мнение? А что я буду от проезжей части таскать сумки в подъезд, когда могу, как и эти, подъехать на машине к самому подъезду? Ну, перегорожу тротуар, ну, обойдут не графья. Выгружусь, потом отъеду там, по траве проеду, ну, газон, ну, бог с ним. Значок стоит, знак запрещена игра в футбол, дети говорят, а с чего бы это, ну, мы же не под знаком. То есть знак, как бы, относится ко всему приусадебному, скажем, участку, в смысле, возле дома, газон, на весь газон распространять. Нет, так мы же не поднимем, мы же в двух метрах в стороне. Ну, и так далее, и тому подобное. Но самое, пожалуй, страшное, самое печальное, точнее, ну, сначала печальное, потом уже страшное, то, что упустили, о чем только недавно кто-то, и то, кто-то один упомянул, опять же, только вскользь. Это то, что этому вот ГБшнику, малоросовому, плюгавенькому позволяли все. То есть все, папа римский, королева английская, премьер-министры, канцлеры, президенты, все спускали ему его опоздание. А он продолжал наглеть, наглеть, то есть опоздание стало просто нормой, и никто ни разу ему не сказал, слышь, Вовик, а не пошел ли бы ты? Нет, ждем. Это ж Россия, это то, это все. Ну, а дальше, глядя на все это, с одной стороны глядя, с другой стороны, как сейчас об этом говорят чаще, Весьма, скажем, серьезные, весьма серьезные деньги вкладывались десятилетиями в покупку нужных, так сказать, агентов влияния. От шаридеризации европейской политики до латенизации русскоязычной сферы. То есть все это делалось и постепенно, скажем, оно и так-то особо не было, мягко говоря, государственных мужей в основном политики. Ну, а потом их не стало вообще, то есть, ну, на этом фоне, что бы там кто ни говорил про Беркину, она еще хоть как-то нормально смотрелась. Не зря же Лукашенко когда-то про нее сказал, о, будет волчиться. А он парень простой, ну, в смысле, он далеко не простой, но хочет казаться простым, поэтому ляпает. Ну, в данном случае он точно сказал правду. А потом, ну, что Макрон, Шорис, да и до Макрона был он Борис Джонсон в Великобритании. Не то, чтобы нынешний там или кто-то последующий будет намного хуже, но не сравнить. Ну, сейчас единственная надежда, хоть какая-то надежда, точнее, появилась на смену руководства Евросоюза, особенно этого верховного представителя, как он там по международным делам, потому что, извините, но этот Джозепп Боррель, это кончик света. Но самое, действительно, здесь уже печальное, что правительство, парламенты европейских стран, как показывают вчерашние там или позавчерашние, ну, это как смотреть, разница-то во времени большая. Дебаты между нынешним, извините за выражение, президентом США Байденом и бывшим и, может быть, будущим Трампом, так и в Америке, не только в Западной Европе, в Америке там полная, ну, в общем, мягко говоря, задница, да? Да, ну, то есть, как по мне, когда вот эти вот начинаются разговоры, а вот лучше будет тот, а лучше тот, вы меня извините, но когда два старых импотента, и это сейчас не ругательство, это физиология с анатомией, как бы кто там что не говорил, и не надо мне сейчас там про Виагру или еще про что-то, одному под 82-му, за 80. Так вот, когда этих два старпера изгаляются, и один другому, тот, который постарше напоминает, который помладше о его сексуальных похождениях 30 до какой-то, наверное, 40-летней давности, это дебаты, как бы, до юра двух кандидатов в президенты, но вы меня извините. Я уже не буду вспоминать про неуход, а фактическое бегство США из Ирганистана, и сколько жизней там было загублено, а в плане помощи, поддержки Украине, опять же, я не устаю повторять во многих своих видео, я, ну, всего, как говорится, того, где жил и как, и с кем общался, я хорошо знаю цену как белорусам, так и украинцам, и так называемым русским, да, то есть я не идеализирую ни тогдашних, ни нынешних украинцам, ни их власти, да заодно то, что Зеленский, придя к власти, не только не выгнал поганой метвой посольства Палестины из Киева, а еще и недавно объявил следом за долбодятвами из некоторых европейских стран признание государства Палестины, государства которого на самом деле нету, потому что сами палестинцы это не признают государством, ну, так, как бы, цена-то ценой, но вот то, что творится, может быть, действительно, ну, не при Трампе, но при каком-нибудь нормальном президенте, но к нему бы еще надо парочку нормальных канцлеров, вот я сейчас о том, что канцлером не только в Германии, но еще и, как минимум, в Австрии называется тоже канцлером, ну, то есть должность премьер-министра, понятно, но и пяток нормальных президентов и десяток премьер-министров европейских и не только странах, да можно было открутить голову этой кремлевской гидры, сколько бы их там голов этих не было, но никто не думает о народе, причем, если Россия посылает мясные штурмы, Украина вынуждена терять своих лучших сынов и дочерей, так сказать, защищая свою свободу, независимость, суверенитет, целитарную целостность и все, что хотите, то в европейских странах один, не к ночи будет помянут, министры здравоохранения Карл Волтербах, скажем так, не угробил, но серьезно повредил систему здравоохранения в стране, и сейчас запись на прием к узким специалистам надо ждать не просто месяцами, иногда чуть ли не до года, ну да, если не дай бог что-то случилось, то вызову скорую тебя повезли в больницу, но если как бы до скорой еще не дотягиваешь, а там кто его знает, то с этим уже проблемы, вот в частности у меня уже давно нет щитовидной железы, ну это привет, Чернобыль, да, и в последнее время, учитывая, что это давно, уже без малого 20 лет, ну 19, то мне нужно раз-два года в соответствующую клинику, к соответствующим специалистам ходить на контрольную, так сказать, проверку, вот клиника, в которой я ходил все эти годы, она сейчас закрылась, после 45, по-моему, лет успешной работы, почти месячные поиски другой, другого варианта, наконец-то увенчались успехом, вот в середине июня я смог записаться на запись, на прием вот к нужному по данному вопросу специалисту, если кто-то смотрит это стоя, присядьте, в середине июня я смог записаться на прием на 15 апреля следующего года, так это у меня, хотя чисто контрольную, ее щитовидки нету, лекарства, гормоны я пью, и ничего со мной больше в этой части случиться не должно, ну и не может, как бы чисто технически, но еще масса других вариантов, поэтому, действительно, заголовок данного видео, это не красивая фраза, а это, увы, реальность, народы всех или большей части стран действительно предали, предали собственные, хоть и демократии, выборы, ну а выборы, что, из двух худших или трех худших выбираем наименее худшего, насчет лучших, как-то нигде это не проходит, вот, и многие другие вещи, то есть говорить можно о ситуации, вот, в частности, в Германии, долго, с большим количеством примеров, ну, те, кто здесь живут, и не потеряли, так сказать, разум, они и сами это знают, те, кто не живут, многих вещей просто не поймут, а какие-то вещи скажут, да вы что там, обурели, если бы у нас было, хотя были бы эти проблемы, так мы бы были счастливы, но с одной стороны так, на подобные вопросы или замечания я всегда отвечаю, у вас свои проблемы, вы как-то с ними справляетесь или нет, здесь другие проблемы, мы точно так же мы с ними как-то справляемся или нет. Но в итоге, к сожалению, лучшая ситуация ни в странах, ни в мире не становится. А если не будут, вот, европейские, в частности, европейские страны вообще, а Германия, в частности, не решит вопрос с нелегальными иммигрантами и с выдворением всех, кто хоть как-то открывает рот по поводу типа Палестины от реки до моря, свободу Гази и смерть Израилю, ну, не знаю, скоро, наверное, будет страшно вечером по улицам ходить. Ну, еще раз повторюсь, нас действительно предали. Для того, чтобы это пережить, оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живи Беларусь!